итак у всем привет давно меня не было я давно ничего не ел потому как тройку месяцев назад я отправился на рыбалку и совершенно неожиданно попал в виртуальную реальность где пребывал какое-то время одним словом не важно так о чем речь пойдет речь пойдет о том недавнем мои ролики когда я рассказывал как я из макса перебрасывал объект идущий бегущий или что-либо делающий в marvel дизайн где делал ему одежду а потом анимацию этой одежды перебрасывал уже обратно в макс там я надеюсь все понятно если кому-то интересно ссылка будет в описании на тот ролик но сейчас я хотел кое-что уточнить совсем недавно я решил посмотреть что там на фоне марвелоусов получилось и оказалось что вот я пользуюсь третьим марвелоусом вот марвелоус дизайн дизайнер блин дизайнер оказывается правильно ну ладно 3 и вот последний который я нашел аж марвелоус дизайнер всем блин где я был когда были 456 я даже понятия не имею но не важно я также скачивал 6 смотрел 4 5 вообще не нашел может их и не было фиг знает короче не важно одним словом я хочу сравнить эти два марвелоус вернее я их уже сравним конечно я хочу вам рассказать в чем их разница в плане вот этой именно переброски анимации одежды для макса я конечно прекрасно понимаю что наверное барвелоус дизайнер был изначально сделан для того чтобы моделировать одежду которую в дальнейшем в реальной жизни шьют есть крови крайки и все такое но это мы извращенцы тут перебрасываем анимацию одежды в макс или там в маю куда и в этом работаете но если мы с этим сталкиваемся значит нам интересно что и что получить что как это происходит с седьмым или с третьим то есть более продвинутый и менее продвинутый скажу что результаты были вообще невероятные поскольку у каждого из них есть мега плюсы и мега минусы вот и поэтому я сейчас хочу немножечко быстренько воскресить в памяти как это мы делаем и сравнить эти два марвелоуса именно для этой работы и так начнем с того что в максе у нас есть джентльмен зареганный костями и бегущий есть какая-то анимация б а начинается от анимация степа за этой позу я ему сам насильно так сказать поставил то есть вот я удалил здесь ключи где-то до 30 кадра все и плавненько его вывожу из т позы на его финишную прямой короче вот такой чувачок бежит так соответственно первонаперво мы выделяем джентльмена экспорт экспорт selected тут я говорю называя его ты поза для марвелоус это я ставлю такое 3 тире и фигурную скобку типа стрелка то есть ты поза для марвелоуса это мы отправляем его обязательно в оба че сейф здесь я всюду галочки убираю нажимая экспорт и он там очки теперь я перебрасываю анимацию значит и думать и фирс кейс туз и вот второй пункт шарах сюда называю рекорд здесь выбираю и пишу значит там бег для марвелоус сохраняю вот здесь смотрю как шуршат кадры которые тут просчитались у меня тут их 300 и все значит на данном этапе все что мы можем сделать в максим мы уже сделали переходим собственно марвелоус и так марвелоус 3 когда открывается в нем появляется манзель в каком-то эротичном платье и меня всегда напрягало что это нужно удалять потом нажимать эту кнопку чтобы она еще удалилась здесь ну а теперь мы грузим собственно нашу оба же модель файл импорт так если нахожу т позу для марвелоуса открываю и как я уже говорил ставим сантиметры до студию окей этот аватар меняется начал добречка теперь если я все то же самое буду делать в марвелоус дизайн 7 во первых здесь пустая сцена и может это кого-то напрячь но меня это порадовало я не удаляю все таки вот одежды которые стоят здесь по умолчанию я просто начинаю с того что иду файл и делаю импорт оба же здесь интереснейшая вещь я по умолчанию находится вот так я один раз переставляю сантиметры до studio и больше этого не делая вот это окно когда бы она не открылась она при импорте оба же помнит вот это вот значение поэтому я здесь ничего никогда не клацая на всегда стоит это уже плюс так упал джентльмен вот этой гадости зеленого человечка пугаться не надо просто закрываем этот крестик и чувак исчез там все готово и так мы видим что там что там чувак на месте отлично теперь в третьем марвелоусе как я рассказывал прежде чем что-то лепить здесь с одежды если у нас в дальнейшем планируется анимация этой одежды то непременно самого начала мы переходим на анимацию и сразу ему подружаем анимацию потому что сделала одежду или в мерчну в одежду сцену мы анимацию ему уже не применим в третьем марвелоусе какие-то будут матюки по поводу несопоставления количества вершины всякая такая 3d-шная фигомотина одним словом в третьем марвелоусе я захожу сюда иду импорт иду по длинной его такой с лестничной фигни и ищу нахожу писи двашку открываю ставлю сантиметр до студия здесь переключая назад ставлю здесь галочку нажимаю ok прилетевшую анимацию я могу проверить что чувак бежит отлично что происходит в седьмом марвелоусе в марвелоусе 7 можно когда угодно включать и подклю подружать анимацию не имеет значения матюков никогда не было то есть я могу сразу начать моделировать одежду а потом зайти в анимацию и подгрузить и собственно анимацию и опять интересная вещь импорт point cash 2 здесь ну во первых меньше ступенек вот ходить по контекстным менюшкам всяким но опять интересная вещь вот я гружу эту анимацию и один раз я когда-то уже выставил здесь сантиметр до студии zz эту галочку все она стоит окно запомнив эти параметры каждый раз она у меня уже заполнена правильно так и включаю работает чудесно так на этом этапе как видим выигрывает седьмой марвелоус пока дальше давайте создадим какую-нибудь тряпку ему на шею значит первонаперво до сам конечно 7 марвелоус дизайн мы видим намного увеличенный тут различными кнопочками тут и молнии появились и раз и растягивать и застегивать и и в нараспашку делать и пуговицы ну короче тут короче бомба я не спорю на по сравнению с третьим тут проигрыш на немножко мало объектиков мало кнопочек понятное дело что здесь версия намного старая но начнем строить и так опять же не буду я тут выдумывать сильно умно ему одежду одену на него маечку не футболочку эту штуку возьму и поехали значит так вот сюда подвину так поставил первую точку нажал шипсу появились вот такие вот направляющие и я короче поеду раздавал тут у меня будут горло вот приблизительно такой же плечо и там делаю приблизительно до сюда так так сюда то есть если вы понимаете о чем я я делаю чисто приблизительно вещи которые позволяют мне вот эту штуку симметрично создать теперь перейдем все четыре режимы видим вот эту волшебную треугольно образную бредятину я прошлом свое видео много раз прошел кто бы мне подсказал как сделать четырехугольники мне подсказывали но как оказалось меня было просто старая версия 33 марвел лоус этой дряни не поддерживает то есть у него такая вся фигня треугольная так дальше теперь я быстренько создаю обратную часть этой майки у меня свой способ я делаю control c control в потом я ее переворачиваю она вот держи шифт не держи все равно не прилипает то есть как приблизительно перевернули дальше флип горизонталь и тут флип горизонтал сшиваем так хочу обратить внимание насколько я быстро сшиваю ей элементы в marvel of design 3 это происходит практически моментально так сшили и включили ухты блин классная сшил придется ему вытянуть эту дрянь а вот это уже является минусом 3 марвел лоуса поскольку подобных проблем когда проваливается ткань съедает одна ткань другую там поедают друг друга бывает такое в седьмом марвел лоусе наблюдается гораздо реже когда одеждам ставишь разные уровни левела чтобы одна была над другой топотой короче говоря кстати эту фигню легче решить другим способом вот остановили здесь и просто отодвигаем ее отсюда вот так вот так вот обратно остановили опять это двинули опять или так короче сделаем маечку по быстренько мы сделаем у небольшой раз ворот вот а топченко покрашу красный цвет чтобы отличалась немножко от тела так и так готова ну скажем так одежда готова теперь что мы видим в седьмом марвел лоусе первую очередь мы видим что создание самой одежды намного удобнее то есть я поехал во первых не удерживая шифта я четко прилипаю вот к горизонтальной или же к вертикальной линии то есть не обязательно держать шифт чтобы появлялись вот эти направляющие я вижу четко размеры которые тут же отсчитывается это очень удобно в том плане что вот сейчас я сделал руку потом плечо потом ну как воротник и вот дальше я делаю вот это уже части плеча только другого я вижу что здесь 133 и 8 я могу приблизительно вот на такое же состояние отойти потому что я вижу четко цифры а здесь у меня 167 и 7 то есть соответственно вот она 167 там четко потом поехал вниз сюда сюда доехал у меня раз сориентировала по этой точке само подсказывает дальше поехал вниз здесь сориентировала по вот этой точке то есть это все не может конечно не радовать сориентировала и по этой и по этой вот появились две такие розовые и сориентировала по этой вот я создал как его маечку намного четче чем нежели там дальше по умолчание на ту же треугольная но здесь уже edit бла-бла-бла 3d гарнмент я могу сделать ее квадратную квадратные полигоны ну каждый 3d шник знаешь такое квадратные полигоны это даже небо и земля это при рендере никаких треугольничков артефактиков которые там видны это все просто круто поэтому в этом плюс седьмого конечно же дальше создаю control c control v следующую часть заднюю здесь и и где у меня тут флипнул горизонтально флипнул горизонтально и поставил на задницу планаха будет на заднице так здесь перевернул кстати удерживая шит вот здесь четко крутится щелк 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 четко на 90 180 градусов дальше начинаешь сшивать и вот сшивание уже происходят намного медленнее тут видно четко где сшивать но торможение происходит каждый раз конкретная то есть сразу видно что право тяжелая то есть элементарные вещи которые делаются в третьем марвел волосе здесь делается немножко дольше и напряжнее так теперь сделать то же самое выкачу ему ворот шпекс покрашиваю в какой-нибудь цвет кстати здесь покраска намного проще выглядит и тоже включу simulation вот заметили она не провалилась она более как-то приятно об скользила это тело и сложилось на нем более менее то есть не нужно вот этот вытягивать мне было всего этого делать так теперь сейчас я ее немного расширю поскольку она его облегла как лосины гомосексуалиста какого-то короче говоря вот то что мне не нравится я пока что не знаю не разобрался постоянно когда здесь что-то меняешь вот эта дрянь отключается то есть в третьем марвел волосе любое изменение здесь на выкройке приводит к тому что это тут же сразу меняется здесь здесь чтобы я не подвинул эта кнопка отключилась то есть мне ее постоянно нужно включать может быть где то есть такая опция чтобы она была всегда включена но этого я еще не познал так итак готово если мы будем делать еще брюки там галстук что-нибудь еще и назначать разные левелы для собственно каждой одежды это здесь в седьмом марвел волосе работать более идеально то есть меньше проваливания до конфликтов одежда с одеждой я называю это пожирание одной другой когда они начинают друг друга заворачивать скручивать и вообще виснет ком при этом то есть здесь это все работает более нормально но хочу показать следующую интересную вещь так я тут отключу пока просчет предположим обыкновенную вещь я хочу сделать добавить точку обратите внимание как это происходит в третьем марвел волосе клац и все точка есть раз точка есть давайте посмотрим как это происходит седьмом хренясь и марвел волос задумался раз задумался то есть сейчас этого не видно толком когда здесь одежды побольше когда побольше одежды то в третьем марвел волосе добавление точек происходит вот так вот то есть я могу вот так вот ну допустим мне много надо точек вот я их наклацал это с той целью чтобы потом в будущем например поделать вот такие вот там вещи ему например поэтому добавляется много точек удаляю то сделать такую операцию в седьмом это не так то и быстро вот я клацаю а он все первую ставит я все еще и жду она еще не прошуршала а он он задумался о видит наставил наставил да то есть каждый раз вот это вот ожидание точки элементарнейшее действие я просто точку ставлю оно меня очень напрягает когда приходится долго ждать так удалим блин теперь удали их попробуй вот контрол зет он называется на третьем ходу гарри каспаров задумался надолго одним словом седьмой марвел лоус намного тяжелее и соответственно мощностях компьютера должны быть для него поболее ладно идем дальше переходим собственно говоря о вылезли сиськи пожалуйста спрятались срамоту ладно поедем в анимацию итак включаем просчет анимации как я рассказывал в прошлом видео этот процесс не быстрый можно отправиться в увлекательное путешествие на кухню и выпить чашечку чая или вообще сходить в магазин так ну я пожалуй прерву видео не буду тут байками травить вас вернусь когда все это закончится значит я просчитал обе анимации седьмым и третьим марвел лоусом в сочности по времени просчета особо не отличалась итак это анимация третьего марвел лоуса она просчиталась все нормально чувак бежит футболка мнется и все отлично это у нас седьмой марвел лоус так что так медленно давай быстрее вот значит тоже бежит тоже все отлично все нормально то есть мы довольны теперь нам нужно перебросить эту и ту анимацию для макса и вот там начнется уже интересные вещи которые реально понизят как говорится решпект седьмого марвел лоуса итак поехали так останавливаем и перебрасываем значит отправляемся с третьего марвел лоуса в макс экспорт поинт кэш 2 так здесь назову from marvel лоус 3 так в этом окне мы уже вручную опять же вручную вбиваем сантиметр до студия здесь ставим z только галочку ставим теперь вот здесь посредине и следим чтобы weld было включено а ну еще single object и weld так и нажимаем ok отправилась отлично теперь делаем переброс этой анимации одежды из export point case 2 пишем from marvel 7 сохраняй опять же здесь те плюсы которые я говорил сантиметр до студия уже запомнила когда ну то есть я недавно это делал здесь z уже запомнила и галочку запомнила единственное что нужно проследить чтобы было single weld и еще здесь добавилась вот тонкий или толстый но толстый я пробовал это немножко утолщается сама геометрия происходит типа модификатора shell который я потом делаю в максе но он добавляет его с таким количеством полигонов вот в этой в толщине абсолютно ненужном то есть бред полный вот это вот толстость и не включать никогда вот пускай раз так и остается тонкой как есть так ну и сохраняем сохранила а теперь смотрим так пришли в макс нажали импорт нажали импорт и бросаем начнем с третьего так прилетела рубашечка вот треугольная даем ей ее анимацию значит объясню почему мы второй раз когда уже обратно в point case 2 заходим мы выбираем не второй вариант а первый когда первый мы сможем эту рубашечку масштабировать двигать куда угодно во втором же варианте там то же самое но там просто будет все железобетонно на одном и том же месте нажимаем load и третьего эту подгрузили вот она прилетела бежит чтобы она не смотрелась так гадко я рассказывал в прошлом ролике значит первого напера editable normal control а break unify далее модификатор shell делаем делаем его не таким толстеньким вот таким вот таким где то и собственно говоря можно еще релакс ночь немножечко кроме этого я еще набрасываю сверху unwap я захожу open uv editor и нажимаю вот эту клавишу чтобы она развернулась как говорится нормально и можно еще сохранить ее развертку отдельным файлом потом просто применить уже текстуру но я не буду этого рассказывать это я надеюсь вам понятно так все вот у нас с третьего марвелоуса бежит вполне прикольная рубашечка отодвинем ее в сторону и добавим мы сюда теперь седьмую седьмого марвелоуса прилетела видим что она с квадратиками квадратные полигончики так сюда луат седьмой встала так ту же всю фигню editable нормал контрола брэйки унифай шел и релакс так бежит все отлично сейчас поставлю осветитель а уже есть ну хорошо так и включаем посчитать анимацию иногда происходят невероятно странные мне моменты например я сейчас на маечке из четырех угольничков вижу артефакты вот а на треугольничках нет странная вещь бывает что и наоборот то есть я специально расположил этот как его называют осветитель таким образом чтобы он был сверху чтобы все гадости сразу можно было увидеть так тут вроде как нормально но еще как станет ну вот опять прикол вот артефакты какие-то гадость всякая повылазила на четырехугольной а здесь все отлично так итак здесь у нас все нормально вот маленькая маечка он бежит все у нас чудесно но вот есть проблема и как справиться с этой проблемой я даже не знаю совсем недавно я делал вот эту сцену это видео 360 то есть для VR очков в которой задействовано около 40 человек которые идут и у каждого была одежда сделана в мармеллоусе то есть каждый здесь уникальный человек он идет в свою сторону у него развивается ну то есть здесь много здесь одежда очень сложная то есть там была юбка и висели разные тряпки на юбке и было сверху вот эти вот как они блин покрыватели головы со всякой там веревками зажатыми вокруг головы и все вот такое вот оно было намного весомое так вот когда я делал их в седьмом в марвеллоусе вот этих вот такие серьезные одежды и анимация была 2000 кадров то есть у меня получается что PC2 с марвеллоуса 7 весила 700 мегабайт а PC2 с марвеллоуса 3 весила 100 мегабайт то есть сейчас если мы сравним две PC2 то есть анимацию вот PC2 с седьмого наша маечка 11 метров и вот наша PC2 с третьего 18 метров то есть с третьего даже больше как ни странно если это что-то маленькое и анимация короткая но если анимация более чем 1000 кадров и одежда очень сложная то седьмой марвеллоус делает просто немерено громадную PC2 и вот представьте у меня в сцене 40 человек на каждого 700 мегабайт только анимация PC2 это бред полный это я не знал где столько места найти на компьютере но всегда мест не хватает так вот мне пришлось все делать в третьем марвеллоусе потому что так просто была неподъемная эта анимация и так вот у нас какой-нибудь такой арабский джентльмен который следует короче ходит по кругу он у меня в той сцене был задействован с третьего марвеллоуса то есть мы видим что у него треугольная одежда сделана треугольниками и выглядит это довольно таки прилично ходит он 2000 кадров вот у меня там получается сцена идет около минута там чем не помню сколько короче 2000 кадров у меня проходит и этот чувак просто ходит по кругу так вот вот у меня называется man 4 walking around и вот сейчас я показываю две вещи интересные pc2 для этого чувака вот вот 4 и вот 4 то есть вот этот чувак выход из марвеллоус 3 179 ну 180 метров и вот он вышел из 7 марвеллоуса 713 714 метров то есть разница серьезная в три в четыре раза и мне что по весу что по его тяжести анимации пришлось все делать в третьем поэтому как я не был рад седьмому в том плане что и четырехугольники там и строить классно и модель моделируется вообще офигенно все но пришлось иногда возвращаться на третий то есть под каждый отдельный случай он отдельный каждый марвеллоус имеет свои плюсы и минусы вот поэтому как говорится выбирать каждому но мне все равно по душе остается по касту третьей вот такая вот фигня что и в в в в